Согласно российскому законодательству, люди с ограниченными возможностями вправе претендовать на получение пенсии по инвалидности. Статус инвалида той или иной группы можно получить, только получив соответствующее заключение медико-социальной экспертизы, которая будет направлена в пенсионный фонд для назначения пенсии. Инвалиды первой группы являются самой незащищенной категорией людей с ограниченными возможностями, поскольку их заболевания, травмы или врожденный порог развития не дают им не только трудиться, но и ухаживать за собой беспосторонний. Помощи. Давайте выясним, какая пенсия у инвалидов первой группы в 2020 году. Когда присваивается первая группа инвалидности. Первая инвалидная группа считается самой серьезной, она присваивается только тем гражданам, кто имеет тяжелую форму заболевания, травму или врожденный порог развития, препятствующий трудоустройству и возможности ухаживать за собой. Если человек даже в простых бытовых ситуациях вынужден прибегать к помощи близких людей или опекунов, потому что тяжелая форма болезни внутренних органов или систем организма не дают ему самостоятельно обеспечивать свои первостепенные. Нужды можно с уверенностью сказать, что гражданину будет присвоена первая группа инвалидности. Заключение медика социальной экспертизы о присвоении первой инвалидной группы будет выдано обратившимся, если человек не может отвечать за свои действия и осуществлять контроль за своими поступками, гражданин не в состоянии поддерживать. Общение с людьми. Заявитель не может нормально ориентироваться в пространстве и на местности. Человек не может сам ходить. Гражданин имеет тяжелые отклонения здоровья, из-за которых он не может выполнять даже несложную работу по дому. Больной полностью недееспособен и нуждается в постоянном присмотре со стороны третьих лиц. Медицинскими показаниями, при которых полагается присваивать первую инвалидную группу, являются слепота прогрессирующая, отсутствие рук или ног или частей рук и ног, периодическая эпилепсия, тяжелые формы нервно-психических. Отклонения и нарушения работы мозга, паралич двигательных функций, нарушения сердечно-сосудистой системы и кровообмена, онкологические заболевания, которые нельзя прооперировать, последняя стадия обостренного туберкулеза. Как рассчитать пенсию инвалида первой группы, какие бывают надбавки? Пенсия инвалидам первой группы назначается в связи с тем, что они не могут сами зарабатывать на жизнь. Аналогично пенсионным выплатам инвалидам второй и третий групп, пенсия инвалидов первой группы увеличивается с возрастом гражданина и числом лет официальной работы и состоит из базовой части, фиксированная сумма, зависящая от бытовых условий. Жизни человека и проживающих с ним членов семьи, накопительной части, которую вычисляют на основании общего трудового стажа до получения инвалидной группы, вычисляют отношение страхового стажа к 180 месяцам. Пенсия инвалидам в 2017 году рассчитывается в следующем порядке. Инвалиды первой группы без нетрудоспособных членов семьи, которых они вынуждены материально обеспечивать, иждивенцев, могут рассчитывать на базовую часть пенсии в размере 7820 рублей, плюс надбавка за общее число лет трудового стажа, в районах Крайнего Севера пенсия достигает больших размеров до 10167 рублей базовой части, без учета страхового стажа, при наличии иждивенцев полагается надбавка к пенсии. До суммы 10427 рублей, если иждивенцев трое и больше, пенсия увеличится до 11731 рубля. Виды надбавок инвалидам первой группы. Инвалиды первой группы помимо пенсии могут получать ряд предусмотренных для них законом доплатки ежемесячным выплатам, среди которых доплата за участие в ВОВ при условии получения одной пенсии по возрасту или по инвалидности начисляется. В размере двух минимальных пенсий по старости, доплата за содержание иждивенцев, не способных себя обеспечивать самостоятельно, при неполучении ими собственных государственных пенсий или пособий, доплата за присмотр и осуществление. Ухода за престарелым человеком. Является фиксированной суммой в случае с пожилым человеком, которому нужен ежедневный уход, составляет величину социальной выплаты и равняется 1 дробь 2 пенсии по старости. Если инвалид первой группы имеет законные основания для получения всех существующих надбавок пенсии, он не должен выбирать одно из них, ему будут назначены все доплаты сразу. Читайте также статью «Порядок получения пособия по уходу за родителями и инвалидами». Государственные выплаты человеку, ухаживающему за инвалидом первой группы, в 2020 году составляют 5,5 тысяч рублей в месяц и назначаются на следующих условиях, человек является здоровым, трудоспособным и не имеющим работы, у него нет иных. Источников заработка, зарплаты, пособия по безработице, выплаты начисляются на протяжении всего времени ухода за инвалидом. Выплаты получает лишь один человек, ухаживающий за инвалидом. Читайте также статью «Предоставление инвалидам льгот при поступлении в колледж техникум». Особенности расчета пенсии инвалидов первой группы В текущем году соц. Выплаты людям с ограниченными возможностями были увеличены на 4%. Едв для инвалидов первой группы теперь равняется 3137 рублям. Каждый вид пенсионного обеспечения имеет собственный порядок и условия начисления. Выплаты инвалидам производятся в следующем порядке. Дети-инвалиды первой группы и инвалиды детства получают фиксированную пенсию в размере 11446 рублей в месяц. Инвалиды первой группы с трудовым стажем в ОФСИН, ставшие инвалидами из-за выполнения служебных обязательств, или в течение трех месяцев после увольнения со службы, будут получать пенсию по инвалидности или по выслуге лет, сразу две пенсии получать. Не позволено. Инвалиды, которым инвалидность была присвоена ввиду получения серьезных травм в период несения службы, получают пенсионные выплаты в размере 85% от суммы денежного довольствия, пенсия по выслуге лет при страховом стаже более 20 лет будет. Равняться 1 дробь 2 величины денежного довольствия, плюс надбавки за каждый дополнительный год несения службы. Читайте также статью «Порядок расчета и выплаты пенсии детям-инвалидам». Какие льготы полагаются инвалидам первой группы? Российские законы предусматривают не только выплату пенсии по инвалидности людям с ограниченными возможностями, но и установление для них следующего перечня льгот, бесплатное лекарство из утвержденного правительством перечня или доплаток пенсии при отказе от них, скидка в размере 50% при уплате транспортного налога, только на одно транспортное средство, мощность двигателя которого оказывается не больше 150 литров. С. Льготы на проездные билеты на городской и пригородный. Транспорт или доплата к пенсии при отказе от льготы, бесплатный билет на поезд в любую точку страны при необходимости добираться до места прохождения лечения и оздоровления, возможна монетизация льготы, пособие которое выплачивается. Каждый месяц, и размер которого зависит от регионального нормативного акта и возможностей местного бюджета, безвозмездное пользование услугами социальных служб, освобождение, полное или частичное на 50% от имущественного налога. В отношении одной жилой недвижимости. Читайте также статью «Порядок оформления льгот инвалидам по оплате коммунальных услуг». Законодательные акты по теме. Федеральный закон от 15 января 2001 года номер 166 ФЗ о государственном пенсионном обеспечении в РФ типичные ошибки. Ошибка. Двое членов семьи рассчитывают на получение социальных выплат за уход за инвалидом первой группы. Комментарий. Только один человек, который взял на себя обязанность по уходу за инвалидом, может претендовать на получение оплаты труда от государства. Ошибка. За инвалидом первой группы взялся ухаживать нетрудоспособный член семьи, претендующий на государственную компенсацию по уходу за инвалидом. Комментарий. Ухаживать за инвалидом и получать денежную компенсацию вправе только трудоспособные граждане, не имеющие иного источника дохода. Ответы на распространенные вопросы о том, какая пенсия у инвалидов первой группы. Вопрос номер один. Если моя бабушка является участником Великой Отечественной войны, содержит иждивенца и нуждается в уходе со стороны третьих лиц по причине присвоенной ей первой группы инвалидности, может ли она получать сразу три надбавки? К пенсии. Ответ. Да, в данном случае не приходится выбирать какое-то одно основание для получения надбавки, можно претендовать сразу на три доплаты, при этом одна из них рассчитана на оплату труда ухаживающего за инвалидом человека. Вопрос номер два. Может ли человек, который взял на себя обязанность присматривать за инвалидом первой группы, и который получает социальную выплату за осуществление ухода за ним, встать на учет в Центре занятости для получения пособия по безработице? Ответ. Нет, это противоречит условиям получения компенсации у человека, ухаживающего за инвалидом, не должно быть другого источника дохода. Видео-советы. Какие льготы есть инвалидам первой группы? В видео раскрывается информация о том, что набор льгот инвалидам первой группы в 2017 году не поменялся. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Подписывайтесь на канал.